Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «День за днём» В студии работает Алекс Оловьёв Об актуальных событиях расскажем прямо сейчас Итак, основные темы выпуска Сорь из избы, будущие мусоропроводов в Десногорске находятся под опросом За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 650 сообщений Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за неделю Задержанными оказались местные жители 1992 и 2001 годов рождения Один с ножом, другой с пистолетом В Демидовском районе совершено ограбление магазина Жаркие выходные Схватка баскетбольных команд Десногорска и Курска Начнем выпуск со срочной новости Ранним утром 14 января в жилом доме города Шахты Ростовской области Произошел взрыв В результате происшествия в многоэтажном доме обрушились два этажа Сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС Известно как минимум об одном погибшем Спасены семеро, пострадали восемь В спасательных работах задействовано 120 человек и 35 единиц техники Спасатели извлекли из-под завала двухлетнего ребенка и его мать Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди Сотрудниками экстренных служб было эвакуировано из здания 140 человек Специалисты проверяют дом на предмет трещин и возможного обрушения Для жителей пострадавшего дома развернут пункт временного размещения По предварительной информации взорвался газовый баллон, который мог находиться в одной из квартир Когда-то мусоропровод был признаком прогрессивно-городской среды Он призван помочь горожанам избавляться от отходов практически не выходя из дома Но возможно в реалии современной жизни он уже не вписывается Так ли это? Разберемся в ситуации В Десногорске практически во всех домах есть мусоропроводы Для счастья жителей это удобно, ведь не нужно выносить мусор на улицу Хотя другие жители считают, что это рассадник антисанитарии И вот по слухам мусоропроводы могут заварить Типовая многоэтажка Десногорска Мусоропровод на каждой лестничной площадке в нескольких шагах от квартиры Чисто, светло, без резких запахов Действительно ли это устройство может вызвать недовольство жителей? И вот пара несложных манипуляций И Елена Алексеевна привычным движением отправляет то, что и не нужно в последний путь Столько лет уже были мусорки, они у нас все нормально, очень удобные Заваривать их не надо, потому что удобно вынести мусор А во-вторых, если заварят, то, извините, будет ужас Ужас будет, очень много будет мусора, будет на улице очень мусор Люди не будут выносить, это однозначно Будут ли жильцы выносить отходы в уличные мусорные баки? Вопрос действительно спорный Многим одного ли желания будет недостаточно? Пожилым людям подобные лишние физические нагрузки явно не пойдут на пользу Это глупо, заваривать мусоропровод Сначала надо приготовить место, куда выносить мусор А потом уже заваривать Поэтому я против Я думаю, что мусоропровод надо оставить И тем более, раз вывозят каждый день Это очень превосходно Знаете, у нас в Рославле раз в неделю вывозят А то бывает и раз в две недели Но там стоит ванизм, тараканы, крысы, мыши Сплоченность во мнении не оставляет сомнений Привычная бытовая услуга не только не вызывает неудобств Но и необходима для комфортного проживания большинству жителей Тем не менее, с вопросом об изменениях в сфере обращения с отходами Мы обратились в управляющую компанию Хотелось бы успокоить жителей Ни о каких решительных, революционных переменах в обращении с мусором Сегодня речи не идет Мусоропроводы закрывать никто не собирается Заполнять наши дворы бесчисленными мусорными баками никто не собирается Наличие такой конструкции – это не только благо, но и ответственность Мусоропроводка к местопотенциальной повышенной опасности Требует регулярного обслуживания соответствующим кадровым составам Проводятся регулярные обработки и от насекомых, и диротизация То есть борьба с крысами производится При возникновении каких-то ситуаций, которые требуют дополнительного вмешательства Мы проводим дополнительные обработки сверхрегламентных Которые у нас, соответственно договорам, осуществляются на регулярной основе Экологическое благополучие жителей останется на том же уровне Ничему этому не угрожает Перемены в новом году наверняка коснутся многого Но зачем менять то, что работает без сбоев и на благо Функционирование городской инфраструктуры, конечно, зависит от унитарных предприятий Но мы, как потребители и жители нашего города Обязаны соблюдать элементарные правила пользования и безопасности городскими удобствами И мусоропровод здесь не исключение Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ В регионе изменился порядок расчета налога на недвижимость Раньше жители платили налог на свои квартиры и дома по оценке БТИ Теперь за основу налога будет взята кадастровая стоимость Важно отметить, что она отражает рыночную стоимость имущества А значит налог станет выше Ознакомиться с данными от своей кадастровой стоимости можно на информационных сайтах в интернете Например, rossiestr.net В случае обнаружения ошибки в расчете кадастровой стоимости Жителям необходимо обратиться в соответствующий регистрирующий орган Для собственников домов, квартир и гаражей Ставка составляет 0,1% от реальной стоимости Владельцы же коммерческих помещений теперь должны платить 2% Есть возможность уменьшить налоговую базу Законодательством предусмотрены следующие вычеты 20 квадратных метров общей площади квартиры, либо части жилого дома 10 квадратных метров площади комнаты, либо части квартиры 50 квадратных метров жилого дома Новый налоговый порядок вступил в силу с этого года Платежки по новой системе Смоляне получат в 2020 году О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю Рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов На прошлой неделе спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГОЧС города Десногорска Привлекались для проведения работ на территории муниципального образования По оказанию помощи скорой 6 раз, по вскрытию дверей 1 раз За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 650 сообщений Из них 294 ложные Поступило и отработано 9 просьб от населения Новые реалии 2019 года Ощутимое подорожание топлива на заправках Смоленский регион не остался в стороне Повышение отмечено как на крупных сетевых автозаправочных комплексах Так и на мелких АЗС Так, самый популярный 92-й бензин Теперь стоит на 65 копеек дороже 95-й на 70 Дизельное топливо на 75 копеек Повышение отмечается не только на Смоленщине До этого, согласно указу правительства, крупные нефтяные компании сдерживали рост цен Нынешнее подорожание связано с увеличением НДС При этом Федеральная антимонопольная служба не отметила никаких нарушений со стороны нефтяных компаний Не будем забывать и об увеличении в 2019 году акциза на топливо Ожидается, что это приведет к повышению цен горючего не менее чем на 3 рубля В Смоленской области сотрудники уголовного розыска задержали двоих злоумышленников Мужчины, угрожая сотруднику магазина физической расправой Похитили из кассы 10 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении Подробности этой криминальной истории в сюжете Сигнал о происшествии поступил в пункт полиции по Демидовскому району МВД России Вележская На место преступления незамедлительно выехала следственная оперативная группа Полицейские выяснили, что в магазин зашли двое неизвестных в масках Преступники были вооружены ножом и пистолетом Угрожая физической расправой продавцу, они украли из кассы деньги и скрылись Оперативники опросили возможных очевидцев и свидетелей Составили ориентировки На месте преступления стражи порядка обнаружили брошенные в снег нож и боеприпасы для пневматического пистолета Личности подозреваемых установлены Ими оказались местные жители 27 и 18 лет У одного из нападавших нашли шапки-балаклавы и часть похищенных денег В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи Уголовного кодекса «Разбой» Преступникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет 11 января в России стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников Первым предметом стал французский язык В Смоленской области попробовать свои силы в Олимпиаде решили всего 11 школьников Победителя областного этапа ждет поиска на финальный всероссийский тур Региональные соревнования проходят по 21 предмету Финал состоится в марте Отметим, в прошлом году смоленская школьница после победы на Всероссийской Олимпиаде по литературе Поступила без экзаменов в Московский государственный институт международных отношений 12 и 13 января состоялась очередная встреча в рамках первенства Центрального федерального округа по баскетболу Отношения выясняли команды Десногорска и Курска Подробности далее Если на улице слишком холодно, добро пожаловать на матч Команда из Курска приехала разобраться, кто сильнее И это зрелище действительно того стоило Гости непростые, русичи, лидеры чемпионата Но ребятам из Десногорска не привыкать Мастерство и упорство уже не раз приводили их к победе Взрывное начало первого дня под доминированием Динамо Росэнергатом Потрясающая поддержка зрителей как будто готовит ребят к непростой игре Курская команда играет активно, нещадно расходуя энергию Все надеются, это сыграет хозяевам на руку Игра супер, просто одно удовольствие Только победы, только победы Верим, надеемся и ждем эту победу Впечатляет, очень хорошо играют Достойный баскетбол Далее развить успех Десногорцам оказалось сложнее Не снижая напора, курские ребята эффективно разыгрывают дальние подачи Счет постепенно переходит в пользу гостей Десногорская команда показывает прекрасный уровень игры Мастерство опытных игроков не дает Русичам надеяться на легкую победу Однако результат зафиксирован Счет первого дня 70-80 в пользу Русичей Второй день также остался за гостями 79-85 Играли мы с лидером чемпионата, который в данный момент первое место занимает Как бы очень такая опытная, сплоченная команда Которая пропагандирует быстрый баскетбол, дальние трехочковые броски Не готовы, мы оказались в такой быстрой игре Пришлось по ходу игры перестраиваться, но не смогли, да Концовки у нас не хватило физически чисто Так как мы такую активную баскетбол и защиту и нападение проповедуем То эта команда просто не готова к это Если бы у них было пару-тройку замен лишних Я думаю, что они по одной игру выиграли Пожелаем Десногорской команде крепости духа И напомним, победит не тот, кто сильнее А тот, кто идет до конца Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ 15 января музей-запобедник Хмелита порадует посетителей обновленной экспозицией Ценители живописи оценят выставку Геннадия Улыбина «Хмелита. Времена года» Будут представлены акварели с видами хмелинского окружения Выставка детских рисунков покажет виднее зимнего времени года юными художниками А почитатели писательского таланта Александра Сергеевича Грибоедова Ждет праздничная программа, посвященная Дню рождения писателя А теперь коротко о погоде 14 января в Десногорске будет пасмурно, пройдет слабый снег Днем минус один, ночью минус три На сегодня это все новости Еще больше новостей на нашем сайте desnadefiz.ru С вами был Олег Соловьев Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok